Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем работать с микроконтроллером STM32. Плата у нас Nucleo 401, урок у нас 45 часть 1. И продолжим мы работать с датчиком LSM6DS0. Ну, даже можно сказать не продолжим, а вернёмся к нему на один урок. Потому что, как и последний датчик, вот этот датчик, он объединяет в себе сразу два функционала. Он может работать как акселерометр и также может работать и как гироскоп. То есть, вот картиночка у нас вот такая. Она взята из даташита данного датчика. То есть, и картиночка ясно объясняет, что гироскоп у нас также трёхосевой. Вот так расположен ось X, вот так Y, вот так Z. И, как видно, и вот эти стрелочки нам показывают то, что измеряет данный прибор, называемый гироскопом, скорость угловую. То есть, единица измерения у него градусов в секунду. Ну, данный датчик также имеет свои характеристики гироскоп, с которыми мы сейчас и познакомимся. Вот у нас техническая документация на датчик. Мы с ней уже практически знакомы. Мы её читали, но мы не обращали внимания на вот эти вот показания. Мы смотрели вот эти показания акселерометра, а на показания гироскопа мы внимания не обращали. То есть, как гироскоп он умеет измерять угол, вернее, угловую скорость вот в таких пределах. То есть, регулировать можно три предела – 245 градусов в секунду, 500 градусов в секунду и 2000 градусов в секунду – максимальное измерение. При таких скоростях, при таких, в общем, диапазонах измерений у нас будет следующая чувствительность. Тоже немаловажная величина – 8,75 миллиградусов и так далее. 17,5 и 70 при соответствующих выставлениях вот этих вот величин, вот этих настроек. То есть, 2000 градусов в секунду, 500 градусов и 245 градусов в секунду. Отклонение от нуля мы также должны с вами посмотреть. Плюс-минус 30 градусов в секунду. Ну, много это или мало – судить вам. Ну, я думаю, следующий, третий датчик будет иметь более строгие величины, конечно. А, ну 30 вот отклонения градусов в секунду – это при именно настройках 2000 градусов в секунду. Я думаю, если 500, то будет уже не 30, а 30 делить на 5, вернее 30 делить на 4 – 7,5 будет уже градусов в секунду при 500, а при 245, видимо, около 4 градусов в секунду будет у нас отклонение. Ну, забегая вперёд скажу, что мы выставим вот такое – 500 градусов в секунду, потому что это маловато, а это слишком много. Мы до такой скорости не разгонимся. Мы плату крутить с такой скоростью не сможем. Ну, вы можете в любой момент поменять, как вам удобно. Теперь, конечно, частота. Вот дата рейд. Ну, они приблизительно равны. Я так посмотрел. Вот 14,9, 952 – то же самое. От 14,9 до 952 Гц единое из измерений. Но если применить все фильтры существующие, то если мы выставляем 952, то будет у нас сотня. Но мы с теми таблицами познакомимся чуть позднее в процессе программирования. Проект мы с вами создали из такого же проекта, который был на такой же датчик вот из этого аксель. ЛСМ 6DS 0 и просто аксель переименовали в гиру. Все исходники сюда я переложил. Всё внутри я подправил в конфигурационных файлах, то есть тоже исправил на гиру аксель. Вот. И в другом файлы точно так же. То есть запустим проект в Quby первым делом. Вот наш Nucleo 401 процессор, то есть микроконтроллер. Ну, не важно. Я их считаю также и процессорами. Ну, немножко они, конечно, не дотягивают до процессора. Но тем не менее уже программирование приближается по тяжести к программированию обычных процессоров Intel. То есть здесь мы… Единственное… Нет, не здесь. Это I2C USART. Тут 512. Поставим 256. В принципе у нас программки работают на 256. Ну и больше в принципе здесь ничего мы с вами особо трогать и не будем. Поэтому сгенерируем код. Откроем проект. Ну, конечно, настроим мы программатор на авторезет. Мне так нравится. Вы можете резет делать вручную, делая то есть ваше. Подключим файлик, как всегда. Я думаю, это уже у вас на автоматизме. У меня также вот этот вот C с нашей библиотекой. Зайдём пока в main. Ну, вот эту функцию мы закомментируем. Оставим init. Перейдём вот сюда. И для того, чтобы наш проект был более не сюда, а вот сюда, проект был более универсальным, мы вот это аксель переименуем аксель гиру. То есть, возможно, впоследствии мы будем пользоваться одновременно и яроскопом и акселерометром, что делает, в общем, нам отслеживание положения нашего предмета, на котором установлен, более точно. Можно с помощью акселерометра всегда подкорректировать показания яроскопа. То есть, мы можем отклонить предмет и неточность угла скорректируется ускорениями спокойно. Так, в общем-то, и делает. Также ещё магнитометр подключают к этому всему процессу. Вот. Выключим вот это пока что. И добавим функцию инициализации уже с вами гироскопа. У нас вот этот вот init есть, а мы сделаем ещё отдельно для гироскопа подобной функции с вами. То есть, мы не будем трогать инициализацию акселерометра. Вот. Гира. Ну и, соответственно, мы забыли вот это всё проделать и с прототипом также. Ну, прежде чем, конечно, всё это с прототипом проделать, здесь у нас регистры только акселерометра, мы сюда ещё добавим макроподстановки для регистров и битов хироскопа. Ну, в общем, чтобы этим не заморачиваться отдельно добавлением, я уже вот здесь всё это подготовил. Опять же, мы по нашей новой традиции вот так всё сделаем и скопируем. То есть, мало того, здесь я уже исправил прототип. Ну, теперь возьмём вот этот прототип и также вот этот прототип тоже. Возьмём мы буфер обмена данный прототип и функции main или main вот сюда вот мы напишем. Ну, здесь у нас уже горит светодиод, так как у нас только один, мы при ошибке его будем гасить с вами. Ну, вот. Функцию чтения идентификатора вообще трогать не нужно, он один для всех, то есть, мало того, мы вообще здесь даже к коду не притронемся, всё это оставим точно так же. То есть, и не нужно даже этого и проверять никак. Так, теперь вот эту функцию мы вот здесь вот с вами вызовем, а ту функцию, которая касается акселерометра, просто закомментируем. И будем уже работать мы с этой функцией и в любой момент впоследствии мы можем её раскомментировать и попробовать поработать одновременно с двумя датчиками. Ну, в рамках данного занятия, пока я этого вам не обещаю и мы этим заниматься не будем, нам нужно поплотнее отдельно изучить каждый датчик. Причём в данный момент мы применим фильтры, но фильтры внутренние, ни наружные, ни калмана никакого, ни ещё кого-то, ни скользящие средние. Нам нужны, я считаю, честные показания, как работает прибор, поэтому мы фильтровать пока в рамках данных бесплатных уроков их не будем. В общем, вы можете сами этим заняться. Я могу также сам заняться, но если что-то интересное у меня получится со сглаживанием, непременно я сделаю урок и с вами своими знаниями поделюсь. Ну, как всегда я это делаю. Ну, то есть, это всё детали. Вот. Что будем делать теперь мы тут с этой функцией? Мы её с вами вставили сюда. То есть, ну, мы кусочек с вами вот такой возьмём, даже может быть и не вот такой, а вообще всё тело возьмём. Ненужное закомментируем. С функцией инициализации акселерометра мы всё тело с вами возьмём. Мы не будем вот это переименовывать. Тоже, казалось бы, как-то это нехорошо один аксель, не нечестно, но пускай. Это не так важно. То есть, эти функции, вот эти все служебные, мы оставим нетронутыми. Они хорошо здесь уже исполнены. То есть, ну, здесь мы конечно будем немножко менять. Регистр будет по-другому называться, но это попозже. Это возможно в следующей части. Сегодня нам хотя бы как-то проинициализировать надо наш датчик. Вот отсюда мы… Нет, вот это вот мне нравится. Это мы не будем удалять. Тут вот это всё… Рисовать все эти переносы строк мы не собираемся заново. Зачем это нужно, когда мы это уже сделали? Повторять бить по клавиатуре лишний раз ни за чем не нужно. Вот так мы оставим пока что. Вот. Ну, будем мы добавлять теперь код, который именно у нас будет отвечать за датчик, за наш вот этот бит BDU. Мы с вами оставляем. Он у нас даже вообще не трогается, то есть, он общий для всех. Поэтому тут и написано «Akk Hero». Вот. Ну, теперь мы возьмём отсюда код и вот сюда вставим. То есть, часть инициализации у нас уже написана. D6 этот мы не трогаем никак. Были советы переименовать вот этот D6 в какую-то макроподстановку. Ну, что-то я этого не сделал. Ну, я думаю, вы с этим справитесь. Ну, и во-первых, тут будет D6, а вернее здесь будет макроподстановка, а в старом проекте D6 как-то уже эта читабельность теряется немножко. Я думаю, пока оставим мы. Когда уже может быть с магнитометром будем работать, там я думаю мы его переименуем как-то. Но я не думаю, что от этого будет сильно зависеть читабельность. То есть, функции у нас понятные, что сначала мы адрес передаём, он как-то больше похож у нас на адрес. Ну, хорошо. Ладно. Опять детали. Теперь. То же самое. Мы выключаем датчик с вами. Единственное, регистр будет чудочек другой. С помощью, в общем, вот такого нет, не получится, потому что мы ещё не скомпилировали вот этот код и он нас никуда с вами не отправит. Но мы ещё успеем его скомпилировать. Мы сейчас зайдём в неё по-другому. Она вот она у нас. Вот здесь сверху у нас все регистры нужны нам. Ну, на данный момент нам нужен первый регистр. Вот его мы и возьмём. И сюда, и сюда. Вот, как сейчас стало удобно нам делать. Ну, теперь, значит, то же самое нам вот такое вот нужно… Нет, тут уже не такое, мы отсюда скопировали. Ну, то, что здесь было для акселерометра, нам подобное нужно найти для гироскопа. Ну, то есть, скорость мы power down делаем. То есть, также как мы отключали акселерометр, мы отключим и гироскоп. Ну, приблизительно биты те же самые, но просто тут будет сбылка KG, что опять же для удобочитаемости. Так, по-моему, я взял пока вот это, а маска – это вот это. Ну, сейчас мы зайдём, конечно, в даташит по старой доброй традиции и посмотрим регистр первый. Ну, приблизительно это то же самое, что и для акселерометра. Вот он. Тут также в даташите с префиксом, то есть, с суффиксом G. Префикс – это когда впереди. Вот он. Десятый шестнадцатеричный адрес он имеет и имеет вот такие биты. Здесь у нас BV. Ну, бывает bandwidth – полоса пропускания. Мы ей также сегодня воспользуемся. Это фильтрация. Всё для фильтрации, то есть. Ну, сейчас нас интересуют больше вот эти вот ODR-ки. Ну, ODR-ки для того, чтобы ввести в режим Power Down нули. Всё. Что мы с вами и сделали. Ну, хорошо. Опять же берём вот так. Переносим сюда. Но здесь, конечно, будет другое. Full Scale мы включаем 500, как мы и договорились. DPS – градусов в секунду. Также у нас остаётся тот же самый с вами регистр первый, только единственное, что мы уже здесь из него берём другое – другие биты. Вот. Это у нас для акцелерометра. Мы берём вот это. Ну, и такую же маску. Даже можно сюда не ходить за маской. Сделать можно вот как. Вот такой вот хитренький рвочек. И у нас получится всё с вами красиво. Ещё раз. Вернёмся к Data Shit и посмотрим. Вот у нас Full Scale, полный масштаб, можно сказать. Ну, от минус 500 градусов до плюс 500 у нас будет измерение. Плюс-минус 500. Вот так. Теперь регистр у нас следующий. Следующий регистр он нам включит оси. Мы раскомментируем обратно вот этот код с вами. Но вот этот мы уберём. Не нужен. Я что-то не заметил вот это и много слишком осталось закомментированным. А здесь я теперь не раскомментировал, а просто ещё сильнее закомментировал. Получилось двойное комментирование. Вот. Какой же у нас теперь для осей будет адрес регистра. Но этот, я думаю, нас нет. И этот не пошлёт нас никуда. Ну и хорошо. Так. Это для… где XL? Это для акселерометра. Так его обозвали. Вот это для осей, то есть отдельные маски для осей. Ну давайте, раз мы сейчас здесь, то, наверное, пока сделаем вот это. А потом поставим регистр. Разницы нет. Ну, как-то вот так. А теперь регистр, конечно. Нужен будет регистр у нас четвёртый. Я уже это знаю. Я уже читал datersheet. Он занимается у нас осями. И, конечно же, мы его сейчас посмотрим. Здесь мы забираем данные. Здесь преобразованные данные туда засовываем обратно. Домотаем до четвёртого регистра. Адрес 1e. Даже прошёл. Ну вот. Это точно так же всё, как мы включали оси в акселерометры, только другой, соответственно, регистр. Другой он для того, чтобы мы могли в акселерометры какие-то свои оси включить, здесь какие-то свои. То есть всё сделано для гибкой настройки. Ну и вот. Вот эти вот три бита мы с ними и занимаемся. Мы все их включим в единицу, соответственно, чтобы использовать нам все три оси. Скорость или частота будет не сейчас. Сейчас у нас мы напишем фильтрации. Сейчас я в комментарии напишу. Вот. Ну возьмём что-нибудь такое вот для, так сказать, каркаса. И вернёмся к нашему датчику. И прежде чем нам к регистру перейти, давайте немножко вперёд вернёмся и посмотрим даже ещё сильнее вперёд. И посмотрим структурную схемку нашего датчика. Мы её конкретно с вами не смотрели ни разу. А сейчас давайте всё-таки глянем. Вот. Весь наш датчик. Вот эта часть у нас, соответственно, мы видим здесь экселлы. Это акселерометр. Вот эта часть – это у нас гироскоп. Как идёт сигнал? Что у акселерометра, что у гироскопа. Существует АЦП сначала. После него уже у нас идёт сигнал в цифровой форме. Но дальше схемка на этом не кончается. Во-первых, в конце идёт смеситель данных. Есть FIFO. Ну, FIFO я немножко прочитал. Это такой стэк, в который можно данные набирать. Ну, так сказать, буфер небольшой. Он нас сейчас никак не касается. Нас касается вот что. То есть, вот это всё остальное здесь у нас фильтры. В общем, предварительный фильтр, последующий фильтр, ещё вот такой фильтр. И мы их можем с вами включать. Ну, соответственно, если мы с вами эти фильтры начнём включать, то есть, это низкочастотные фильтры, понятно, лов. Для чего они нужны? Чтобы всякие паразитные колебания убрать, всякие шумы и всё прочее. Мы специально завышаем частоту и потом убираем её до низкой с помощью вот этих вот фильтров, так сказать. И у нас более гладкая будет характеристика выходного сигнала. Вот как. Ну, соответственно, это если только обязательно это нужно. Многие стараются пользоваться софтовыми фильтрами. Так как вот это всё хозяйство, оно накладывает обязательства на питание. То есть, на большую энергопотребляемость. Ну, я считаю, что софтовые фильтры – это они также повысят энергопотребление. Ну, может быть, не настолько. Я думаю, если эти софтовые фильтры только применять уже в том устройстве, в которое будет уже приходить уже сигнал, например, как у нас по УсАрту и все фильтры писать уже там, где мы пишем программу визуализации, вот там применять какие-то фильтры. Ну, соответственно, я так и делаю. Но вы, конечно, это не слышали, так сказать. Вы делаете, как вам удобно. Прекрасно. Значит, как нам включить теперь эту всю фильтрацию? Её включить не совсем, так сказать, тривиально. Она идёт у нас в два приёма, всё это с вами фильтрация. Первым делом, значит, регистр второй. Идём в регистр второй, вот что первым делом. Нам нужно поглядеть, из чего состоит у нас регистр второй. Он имеет 11-16-речный адрес. Здесь ещё раз показано, что какой, в общем, делает бит. То есть, он состоит у нас из много чего. Вот такие в нём биты int cell 0, out cell 0, то есть, ну, что какие биты значат, мы узнаем с вами, когда включим данный фильтр. В общем, как мы его включим. Значит, вот здесь вот у нас, во-первых, маска. Мы её сейчас с вами найдём, эту маску. Так вот, out cell by pass lpf2, то есть, это минуя lpf2. Мы ничего не минуем, мы с вами и lpf2 включим, и hpf также. Фильтр мы включим. Вот. Но это не маска, это новое значение. А маска она для всего регистра, ну, вернее не для всего регистра, а для всего вот этого регулятора фильтра одна. Хорошо. Посмотрим. В общем, давайте хоть раз мы код-то соберём с вами. У нас уже с вами существуют определённые ошибки, а ошибки у нас вот такие. Гера пишется не так, а вот так. Ошибка хроматическая. Это не есть хорошо, соответственно, у нас вот такая и получилась вещь. Но эту вещь мы знаем. Всё. Зато теперь мы спокойно будем ходить по регистрам нутквод. Вот эту вот у нас… Мы ещё раз вернёмся. Теперь мы спокойно к ней вернёмся. Это маска и что-то тут с этой маской у нас не то. Скорее всего, я не сюда зашёл, пока мы ещё с вами не здесь. Это вообще странно, что мы с вами не здесь. Мы с вами случайно попали вот сюда и пишем теперь почему-то весь код наш вот здесь. Будем исправляться. Исправляться будем мы с вами следующим образом. Мы возьмём вот это всё, потому что всё вот это уже для гироскопа. Написали сюда. Возьмём буфер обмена и как-то посредством Ctrl Z всё это исправим. Мы даже и комментировали не там. Всё делали вот где. Ctrl Z – это, соответственно, вернуть. Отмена всех действий. Вот мы с вами добавили здесь функцию, ну и теперь мы сюда и код этот засунем с вами. Ну, соответственно, нам нужно взять вот это. Код наш не знает, что такое value. Ну и вот. Всё тут нормально. Ну, конечно, пересобрать. Опять Error. Тот же самый. Ну и вот. Исправились мы, в общем-то. Код у нас хотя бы с вами собирается. Ну, нам надо вот что. Нас интересует вот что. То есть, мы включаем только с вами единственный второй бит. Здесь первый включаем, здесь второй. И возвратимся к дата-шиту. Здесь нам уже показывает, что он будет происходить, если мы включим с вами второй бит. Это связано с прерыванием, нам не нужно. Мы включаем с вами OutSelect. Вот он OutSelect идёт. Вот. 1,0. То есть, здесь объясняется это какие биты, а здесь объясняется уже величина этих битов. То есть, вот он 1,0. Когда 1,0, у нас результат идёт именно вот с этой стрелочки, через все фильтры. Если мы включим 0,1, то результат у нас придёт без вот этого второго. То есть, первый фильтр, он всегда работает. Его там никаким битом не… ну, по крайней мере в этом регистре его и в этих настройках его не тронешь. А мы с вами можем только вот регулировать. То есть, мы включили их оба. То есть, 0,1 – это будет вот этот отключен, но вот этот включен. 0,0 – это результат придёт прямо-таки отсюда. Вот здесь вот точку зря не нарисовали. Мы думаем, что это просто пересечение двух линий, а это… то есть, они соединены вот здесь. То есть, если 0,0, то вот так идём и сразу в регистр данных либо в FIFO. Если 0,1, то HPF и приходим в FIFO либо в регистр данных. А если 1,0, то включаем всё. Всё. Мы всё включили с вами, но это ещё не всё. Теперь, в связи вот с этим всем, чтобы успевало всё это работать нормально, нам нужно отрегулировать ещё пропускную способность. Значит, пропускная способность регулируется у нас в регистре в первом. Напишу комментарий. Вот такой подробненький комментарий получился. Ну, раз регистр первый, то мы его сейчас с вами и возьмём. Ну, до части второй, если что-то вдруг здесь какие-то ошибки, я их обязуюсь исправить. Они могут быть спокойны. Здесь это всё вы не подумайте, что так это всё просто. Это маска, где же маска, вот она, маска Ultra High, то есть мы оба бита включим с вами вот эти вот BV, Bandwidth пропускной способности, но это не маска, маска другая. Маска-то вот она, то есть это первый-второй бит, нулевой первый бит, простите, мы их оба включили. Сейчас мы придём к этому регистру первому и посмотрим там, что это за такое за BV. Первый регистр у нас недалеко. Он вот он. Здесь мы с вами скорость настраиваем, но пока мы скорость не настраивали, мы Power Down. Вот. 1.0. Bandwidth selection. Значение по умолчанию нули, то есть если мы их не включим, то они будут нули. Ну и здесь вот объясняется, что мы включаем LPF, включаем ещё там, если что-то мы всё на свете понавключали, всю фильтрацию, то необходимо нам уменьшить проспускную способность. Иначе мы рискуем, ну я своими словами объясню, получить одинаковые значения в соседних, вообщем, передачах. То есть передавать одинаковые значения по 4, по 5 раз, а то и по 8. Зачем нам это нужно, их передавать? Поэтому мы снижаем пропускную способность и делаем её ультра-хай. Ну, я думаю, нормально объяснил. Ну, кто не понял, я объясню отдельно в комментариях, вы не стесняйтесь их. Ещё раз повторяюсь, пишите, пишите здесь, пишите в группах, во всех, в общем-то, возможных инстанциях, которые я там внизу под видео даю. Хорошо. Теперь, соответственно, и скорость мы включим с вами. Ну, там я пока не исправил, мы же не 119, мы с вами включим вот такую скорость. Вот. Уже есть возможность нам всё это копировать. Первый регистр, DDRG, маска та же, только скорость другая. Скорость мы включим с вами вот эту максималку, включили. Всё, скорость у нас включена. Ну, на этом я считаю, инициализацию мы закончили, поэтому можно проверить нам с вами код, собрать его и прошить контроллер. Вот так я вот положил его, удобненько, я думал мы ещё с ним поработаем. Ну, я просто так его задрал немножко наверх, чтобы видно было светодиод, что он у нас останется светиться. Но, во-первых, прежде нужно нам вот здесь вот немножко. А, нет, ничего не нужно. То есть, он у нас, если какие-то будут ошибки, просто он вот здесь у нас отключится и обратно не включится. Хорошо. Пробуем прошить. Я сейчас его включу. Вот он у нас включился. Что-то там уже михнуло. Но, видимо, я когда проверял уже проект, уже это всё дело я гонял. Немножко жмём F8. Вот. Как видим, у нас светодиод горит, что свидетельствует о том, что всё у нас нормально. Национализация прошла нормально, но, по крайней мере, ничего не зависло, мы общаемся с шиной. Это, конечно, нормальность вся будет видна тогда, когда мы с вами уже допишем код опроса данных до конца. Но на этом, я считаю, мы цель данной части занятий достигли. В общем, я с вами попрощаюсь ненадолго или до завтра или до послезавтра и, думаю, мы в следующей части закончим. То есть, я вас ещё обрадуюсь, что ещё одна. У меня появилась программка визуализации, я написал такой 3D, будем вращать кубик с помощью яроскопа. Пишите комментарии ещё раз повторю, и туда, и сюда. В общем, все ссылки есть, комментарии я нигде не отключаю. То есть, жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравился этот урок, тем самым вы мне скажете маленькое своё спасибо. Вам также спасибо за просмотры, за поддержку вашу, за огромную. Нас с вами там уже, я смотрю, больше 1900, то есть скоро к 2000 придём к юбилейной цифре, к юбилейному значению. Подписывайтесь на канал, кто ещё этого не сделал, тем самым вы, ещё раз повторю, получаете возможность узнавать мгновенно о том, что видео у меня залито и установлено в открытый доступ. Всем пока, всего хорошего, доброго здоровья.